Привет всем любителям физики, астрономии, математики, точных наук. С вами Андрей Щетников. И сегодня мы поговорим о такой астрономической мере яркости звезд на небе и других объектов, как звездная величина. Ну вообще звезды по величинам предложил разделять еще во втором веке до нашей эры знаменитый античный астроном Геппарх. И самые яркие звезды он предложил считать звездами первой величины, самые слабенькие, которые все еще видны глазом, а других способов наблюдать у греков не было, отнес к шестое величине, ну а остальные так равномерно распределил между ними. Ну понятное дело, что все это происходило на глаз и требовалось современным астрономам уже некоторая более точная мера. И в 1856 году английский астроном Норман Поксон предложил вести математическое представление о звездных величинах и считать, что звезда нулевой величины и звезда пятой величины различаются по блеску ровно в сто раз. И сейчас мы посмотрим, к чему такое определение приводит. И теперь нам надо спросить себя, если звезда нулевой величины ярче звезды пятой величины в сто раз, то во сколько раз звезда нулевой величины ярче звезды первой величины, звезда первой, звезды второй и так далее. И вот это отношение яркостей двух соседних величин на шкале мы обозначим за х, ну тогда получается, что у нас от нулевой величины до пятой пять таких ступенечек, в каждой ступеньке яркость падает в х раз, а за пять ступенек она падает в х в пятой степени, которая равно сотне. И вот мы имеем простое уравнение, откуда х это корень пятой степени из 100 и примерно равен 2,51. Ну и стало быть, мы имеем вот такую шкалу. И тут дальше можно углубляться в математику. Эта шкала у нас логарифмическая. Я думаю, что достаточно каждому из вас спросить себя, а во сколько раз звезда нулевой величины ярче звезды половинной величины, 0,5? Можете даже остановить этот ролик и написать свой ответ, а дальше продолжить смотреть за моими рассуждениями. Ну и это мы пока что ввели шкалу отношений, а теперь ее надо привязать к чему-то, чтобы у нас была точка отсчета. И за такую точку отсчета астрономы договорились выбрать Вегу, альфу Лиры и считать, что ее видимая звездная величина равна нулю, 0М пишут, вот так. Ну тогда самые яркие звезды на небе. Сама яркая звезда это Сириус. И поскольку он ярче в Веге, у него звездная величина будет отрицательной. Отрицательной. Минус 1,46. Ну а вообще из более ярких объектов, есть у нас еще Венера по утрам и вечерам. В максимуме яркости ее блеск достигает минус 4,6 звездной величины. То есть если бы было минус 5, то было бы в 100 раз ярче Веги. Ну а вообще самая яркая звезда на нашем небе это Солнце. И яркость Солнца, его блеск составляет минус 26,7 звездной величины. Ну шкала логарифмическая, и поэтому вот это 26, мы помним, что каждая пятерочка это 100 раз. 25 это 5 раз по 5. И это если бы было минус 25, это было бы 100 в пятой степени. Единичка и 10 нулей. 10 миллиардов раз. И это мы пока что сравнивали звезды. По их видимой яркости на нашем небе. Это называется видимая звездная величина. Но естественно сравнивать звезды и по своей абсолютной яркости. Какая из них ярче, какая слабее. И астрономы придумали, чтобы оставить ту же шкалу. Воображаемо располагать каждую звезду на расстоянии в 10 парсек. Ну кстати о том, что такое парсек, который равен 3,26 светового года. Я совсем недавно снял ролик. Можете его посмотреть, ссылочка внизу. Располагать звезды на расстоянии 10 парсек. И как звезда будет выглядеть на этом расстоянии. Вот это называть абсолютной звездной величиной. Ну если наше солнышко отнести от нас на такое расстояние. То его звездная величина будет равна плюс 4,8. Ну то есть так на пределе видимости. Но все еще видимая слабая-слабая звездочка. Сириус, который на нашем небе самый яркий. Если его отнести на расстояние 10 парсек, он будет не таким уже ярким. Его блеск будет равен плюс 1,4 звездной величины. Ну потому что он находится к нам довольно близко. А 8,5 световых лет это 2,6 парсека. А вот такая звезда, как Бетельгейзе, Альфа Ориона. Как раз сейчас зимой она хорошо на небе видна. Она от нас очень далеко. 548 световых лет. Это 168 парсек. И если ее приблизить на расстояние 10 парсек. То она будет сиять с яркостью минус 5,8 абсолютной звездной величины. Но это такая яркость, которую Венера имеет. Когда она ярче всего горит на вечернем или на утреннем небе. Так что, какие звездочки, как они выглядят на небе. И какие они по своей яркости на самом деле, так сказать, в абсолютном измерении. Это может очень сильно различаться. Потому что до расстояния до звезд. И их яркости, они все очень разные. Ну и я думаю, что этот ролик можно завершать. Пишите ваши вопросы, комментарии. И спасибо вам всем большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok